Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Человечество стоит на пороге большой войны, полагает Владимир Жириновский. По мнению председателя ЛДПР, в пучину огня мир погрузится не из-за боевых действий крупных держав, а за счет множества небольших локальных конфликтов, которые будут провоцировать гражданские войны. Мы идем к большой войне, но это не будет война между Россией и США, между Китаем и США. Это будут мелкие локальные войны. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия и так далее, Карабах. И там везде будут гражданские войны, свержения, там будут оранжевые революции, огромное количество беженцев. Вот на Западе все уже прошло. Белоруссия последняя. И 1 ноября выборы в Молдавии, там будет попытка оранжевой революции. Южный Кавказ уже дымит. Поэтому все перекинется дальше в Среднюю Азию. Может быть, первый удар будет нанесен уже по Киргизии. А это границы с Казахстаном. Поэтому я даю добрый совет. Вовремя одумайтесь. И вот уже Лукашенко понял, что надо делать в Киргизии. И Акаева будут искать скоро, и Бакиева будут искать, и Атанбаев уже в тюрьме. И этот вот Женбеков посадит его, этот нынешний исполняющий обязанности. Криминал. Был в тюрьме, вдруг президент. Вы понимаете, что происходит? Рядом с вами люди выходят из тюремных камер и становятся президентами. Это же дикость. Такого нет нигде в мире. Люди должны оканчивать университеты, быть министрами, губернаторами. Потом, может быть, самый достойный, честный станет президентом. А в Киргизии криминал пришел к власти. А дальше они будут вам подрывать вашу безопасность со стороны Киргизии. 143 километра до Алматы. Мой родной город. Спасти Нагорный Карабах от боевых действий, в которых гибнут и солдаты, и мирное население, может только сильный президент единого государства, считает Владимир Жириновский. По мнению политика, никакие дипломатические переговоры не вернут в регион мир. Подробные комментарии лидера ЛДПР смотрите далее. Если мы восстановим границы, то все будут свободны жить и работать там, где они хотят. Но пока-то я говорю в рамках тех границ, которые есть. А если мы восстановим, они поэтому и будут за нас. Я знаю Среднюю Азию, они все за нас. Завтра, если новый русский президент скажет, я восстанавливаю границы, они сами русские флаги выкинут во всех городах Средней Азии, на всей Украине, Белоруссии. Даже Прибалтика скажет, добро пожаловать. Она задыхается, нет ни одного туриста, отдыхающего там, Юрмала, Паланга и так далее. А Карабах скажу, прекратить стрелять. Иначе вам всем головы поснимают. Тишина полная на всем Кавказе. Не хотите, уничтожать будем в 6 утра. В 6 утра все будете уничтожены, кто взял оружие в руки. Все прекратится. Они ждут окрика. Они боятся сильных начальников. А вот так, когда размазнять там ходят какие-то дипломаты, какие-то там аналитики, что-то там воркуют. Давайте до стол переговоров. Все это бесполезно. Стол переговоров это мощный, сильный президент страны. Самой мощной армии сильной в стране. Чтобы у них коленки тряслись, когда выступает глава государства. Все будут сидеть и слушать. И будут действовать в рамках того, что мы говорим. Мир, никакой войны. Кто хочет войны, тех мы будем уничтожать. И к нам вернутся все наши соотечественники, все наши ученые, великие. Мы сделаем новое открытие. Будем радоваться каждому дню. Все будут ехать на работу веселые. Все добьются, чтобы была квартира. Чтобы была комната на человека. И тишина была. Хоть ночью гуляй, хоть днем. Никто не прикоснется. Никаких наркотиков. Близко, чтобы не было. Совет Европы накануне предложил России окончательно запретить смертную казнь, отметив, что эта мера не применялась уже более 25 лет. Напомню, несмотря на то, что высшая мера наказания в России заменена на пожизненный срок, в 1997 году Москва подписала протокол номер 6 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод». Это было необходимо для того, чтобы войти в состав Совета Европы. Однако до сих пор документ не был утвержден. Председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что протокол не будет ратифицирован до тех пор, пока того не захочет российское общество. Справедливо заметил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров о том, что институциональный кризис между Советами Европы и Россией закончен. Действительно, можно сказать, что закончен. Но я бы не был столь оптимистичен в отношении парламентской ассамблеи Совета Европы, где остается достаточно в большинстве политических групп оппонентов здравого сотрудничества с Россией. Протокол Европейской конвенции по правам человека, запрещающей смертную казнь, фактически без малейшего, без единого исключения выполняется в Российской Федерации с 1996 года, когда мы стали государственным членом Совета Европы. Другое дело, что касается ратификации. Мы в 2006 году, уже прошло 14 лет, были единственной стороной и остаемся, не ратифицировавшей шестой протокол. Но это не помешало нам провести эффективное председательство в Комитете Министров Совета Европы. Другое дело, что для нас, как для парламентариев, является главным позиция нашего населения. Есть люди, люди старшего поколения, люди, которые после чудовищных террористических актов в Буйнакске, Волгодонске, Каспийске, Москве и так далее, и так далее, к великому сожалению, пока для Совета Европы не готовы к такой ратификации. А мы прислушиваемся к своему населению. Есть страны, которые прошли через сопротивление, в частности, парламенты, своих избирателей, и ратифицировали протокол. Мы считаем вслед за президентом России, что это неправильный подход. И пока наше население не готово к ратификации любого, в том числе самого чувствительного, документа Совета Европы, и, конечно же, в том числе шестого протокола ЕКПЧ, он ратифицирован не будет, хотя фактически мы, как страна Совета Европы, неукоснительно, 24 года соблюдаем все обязательства в рамках данного протокола. Уже более трех месяцев в Хабаровске не утихают акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Минувшие выходные несколько сотен человек вновь прошли по центральным улицам города. Люди требуют, чтобы суд по делу Сергея Ивановича проходил не в Москве, а в Хабаровске. В ЛДПР тем временем работают над законопроектом, благодаря которому парламентариям будет невозможно отказать в допуске к арестованному, как это было ранее, когда делегацию от фракции не допустили к бывшему главе края Сергею Фургалу. Была у меня на приеме инициативная группа по защите Сергея Фургала. Надо сказать, что партия Сергея Ивановича не бросала. Владимир Вольфович очень переживает за Сергея Ивановича. Вопрос по защите, по поддержке Сергея Ивановича у нас очень часто звучит на фракции. Так принято решение после недавнего посещения Сизоли-Фортова, где мы хотели просто прийти морально хотя бы поддержать Сергея Ивановича, посмотреть, проверить условия его содержания. Нас просто не пустили в камеру, хотели нам показать просто пустую камеру. Это чистой воды провокация. Поэтому в этой связи фракции ЛДПЛ принято решение, что мы будем разрабатывать законопроект, который будет конкретизировать норму допуска депутатов, сенаторов, чтобы мы никаким образом не относились к иным лицам, по мнению начальника СИЗО. Также по митинговой ситуации я считаю, что нужно все-таки прислушиваться к мнению жителей, нужно создавать парламентские комиссии для выяснения причин и довольства. Я думаю, что там не только вопросы, связанные с арестом Сергея Фургала, там очень много вопросов социального характера, потому что 20 лет, понимаете, 20 лет просто регион стагнировал все это время. Поэтому ЛДПР у нас работает в регионе всего два года в тяжелейших просто условиях. Это осложняется как при работе с исполнительной властью и законодательной в 2018 году, потому что мы знаем, что был избран Сергей Иванович губернатором, а вся законодательная власть была полностью под единой Россией. И, соответственно, многие инициативы губернатора, они попросту-напросто блокировались. Поэтому в этой связи мы будем работать и добиваться того, чтобы наш Хабаровский край все-таки был самым лучшим, и все-таки столица города Хабаровска, она была перенесена обратно. Субтитры делал DimaTorzok Постоянно будет увеличиваться количество заболевших, поэтому нужны жесткие разъяснительные беседы, чтобы все поняли. Во-первых, маска – это надолго, коронавирусы – надолго, потому что они будут приходить каждый год. Я за свою жизнь каждый год делал какие-то прививки. Оспа, холера, полиэмилит, лихорадка, грипп – все. И ни разу этими болезнями не болел. А даже в Америке Рузвельт переболел полиэмилитом, потому что там у них не было этой вакцины. Только у нас она появилась. Поэтому давайте обязательно, сейчас уже три вакцины, обязательно соблюдать вот эти элементарные нормы. Всем прививки сделать, всем. И тогда эта инфекция прекратится. Но будут другие, будем другие вакцины изобретать. Но защищать надо людей, ибо многие, многие, уже миллион погиб. Вам не жалко их? ЛДПР сказала, в этом году в условиях пандемии никакого ЕГЭ. Всех принять в ВУЗы. Вот 400 человек больны. Некоторые из них будут иметь дальнейшие последствия. Как протеерей Смирнов, он заболел весной, А последствия его доконали осенью. И он уж ушел из жизни. Бауманка закрыта. Из-за того, что вот, так сказать, тоже это проблема, вспышка. Институт мировых цивилизаций. Я предъявил жесткие требования ректору, что если студенты не сделают прививки, отправить на дистанционное обучение. Иногородних отправить домой. Шутить не надо со здоровьем. Все вспышки в коллективах. И к этому часу у меня все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы можете смотреть в режиме онлайн в Ютьюбе. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok